Здравствуйте, дорогие друзья! Отгремели залпы салютов в честь Дня Победы, но о ней, о подвиге нашего народа в те дни мы будем помнить всегда. Люди знают из рассказов ветеранов Великой Отечественной войны, очевидцев тех событий, из фильмов, из книг о той тяжкой войне. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам, какие книги о войне прочитаны мною по этой теме. Но сначала я хотела бы загадать вам загадку. Нужен он всему на свете, и в семье, и на планете. Как зеницу мы храним от войны, наш хрупкий? Пишите, пожалуйста, в комментариях, что же мы храним от войны. Я в конце этого видеоролика скажу ответ на эту нетрудную загадку. Что касается загадки в первом моем видео, то ответ на нее – блогер. Кто не видел первое видео, посмотрите, пожалуйста. И там есть эта загадка. Продолжаю сегодняшнюю тему. «Сто книг о войне, которые я прочла. Откуда же я взяла такое количество?» Вот у меня есть такая тетрадь для записи прочитанных книг. Она заведена мною. Когда мне было 12 лет, я училась в пятом классе. Я училась в Казахско-Степской восьмилетней школе в Белгородской области Губкинского района. Сейчас эта школа существует, но она девятилетняя. И вот моя девичья фамилия написана, Богданова. Ну и Татьяна, Таня. В этой общей тетради я записывала все книги, которые я прочла. Их названия и авторов. У нас была замечательная учитель по литературе Белых Валентина Ефимовна. И вот она нам сказала, чтобы мы вели вот такие дневники чтения. С тех пор я люблю литературу и все, что с ней связано. И записываю сюда прочитанные книги. Этой тетради, как мы видим, уже 49 лет. Вот я открываю этот дневник чтения и смотрю, какие же книги я прочла. На первой странице книг о войне нет. Здесь художественная литература по программе, классические произведения. Так, листаем странички. Вот книга о войне «Пока сердце бьется» Ивана Сидельникова. Недавно я пометила красным чернилами, выборку делала. Именно книги о Великой Отечественной войне. Далее я прочла. Это было подробно Дмитрия Медведева. Смотрим на других страничках книги о Великой Отечественной войне. В действующей армии. Виктор Полторацкий. «Звезда Казакевича. Известная книга. Первая шеренга Смирнова. Боя за Белгород Боева». Еще и прочла «Тревоги. Бывают ночи. Александр Кирюхин. Огненные годы Каплана». Это в 1973 году я прочла. А вот и подпись Валентины Ефимовны Белых. Она проверила наши дневники чтения, как мы их ведем и наличие прочитанных книг на этой странице. Так. «Сто холодных ночей». Юрия Кончарова о Великой Отечественной войне. Далее. «Молодая гвардия». Очень хорошая книга Фадеева. Пропустила вот еще «Я солдат. Сборник». И «Брестская крепость». Замечательная книга Сергея Смирнова о Великой Отечественной войне. Так. «Суд памяти» Егора Исаева. Смотрим еще. Так. Вот. «На берегах Дуная» Петрухина. «Подвиг от летой в строке Борзунова». «В родном лесу» Герасимова. Так. Вот книга о войне. «Черный котел» Хайнессена. «Западня. Альпийская баллада». Очень хорошие книги Быкова. Так. «Весна на одере» Казакевича. «Горячий снег» Юрия Бондарева. У Юрия Бондарева очень много книг хороших о войне. Написаны таким языком понятным. И сюжеты очень хорошие. «Возврата нет» Анатолия Калинина. «Нужный человек» Юрия Кончарова. Так. «Они сражались за родину. Судьба человека» Михаила Шолохова. Так. Дальше. «Пасмурный полигон» Олега Кириллова. «Седьмой крест» Анны Зегерс. Далее. «Герой Великой Отечественной войны» Сергея Смирнова. «Сын полка Катаева». В августе 44-го Богомолова. Генерал-доватор Федорова. Дурус Марья Краснова. Так. Кажется, со мной пойдут разведку Бориса Васильева. У него тоже очень много произведений о Великой Отечественной войне. Очень хороших. Так. В списках не значился. Бориса Васильева очень рекомендую прочитать. О молодом лейтенанте, который приехал после училища. Еще не внесли его в списки. И вот началась Великая Отечественная война. И как он там сражался. Подземелье. И даже в конце, когда он слепой вышел на улицу, ему немецкий офицер отдал честь за его мужество и за его смелость. Так. Озарение на Сеткина. Здесь твой окоп Зуева. Матерь человеческая. Это нечто без слез невозможно читать. Очень рекомендую к прочтению. Где-то кремит война Остафьева. Руки французского Распутина. Всего, как я сказала, около, не около, а ровно 100 книг. Вот мой список, который я выбрала, выборку сделала. И последнюю я недавно прочла для ровного счета. Список Шиндлера. Тоже очень хорошая книга. Это не очень много книг. Где-то 11 часть от всего прочитанного списка мной. Вот всего 1181 книга, из них 100, значит, 11 часть прочитана. Всего получается за 49 лет где-то 24 книги в год получается. Но 2 книги в месяц не так уж много. Но у меня вот такой еще список есть, который я запланировала прочесть. И среди запланированных книг тоже около 30 книг о войне. Я обязательно их прочту. Написанные книги о войне – это бесценный дар человечеству. Это мы из них узнаем о тех страшных событиях, о подвиге нашего народа в ту лихую годину. После прочтения мы понимаем, какой же ценой досталась нам тогда Великая Победа. И как мы должны беречь мир. Очень надеюсь, что он, мир, будет с нами навсегда. Именно это слово «мир» и есть ответ на мою загадку в начале видеоролика. Я вас благодарю за ответ, кто написал на загадку, и за то, что были сегодня со мной. Пишите, пожалуйста, какие книги о войне вы читаете, читают ли в вашей семье. Если вам понравилось сегодня видео, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь им в соцсетях, подписывайтесь на мой канал «Загадка от Татьяны». Мира вам и вашим семьям, добра и счастья. До новых встреч! До новых встреч!